Здравствуйте, уважаемый отец Игнатий! Камера зачеркнута. Сейчас, минутку, мы сейчас узнаем, кто чего. Так, добрый вечер, кто такие, откуда? Виктор меня зовут, я из Ростова-на-Дону. Я не понял, откуда вы, где находитесь? В Ростове-на-Дону. В Ростове-на-Дону. Ну, это я Ростов-то знаю, там были мы. Так, мы с вами не встречались ни разу, да? Да нет, не встречались, я вчера вот только посмотрел пару видео ваших, очень внимательно. И, знаете, там на душе радостно стало, что есть у нас такие проницательные, честные люди, труженики Божьи. У нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Нет, не против. Что делать? Вы не против? Прямо скажите, да и нет. Да нет, нет. Все. Я слушаю вас, давайте говорите. Сейчас я подключу еще. Словер, вы еще подумайте, что выставлять, а что и не стоит орописовать. Потому что есть, конечно, в писаниях информация, которая не для всех предназначена. Тогда это придержите себе, что там тайна есть, это не надо. Мы говорим то, что полезно для всех. Я слушаю вас, говорите. Это правильно. Ой, отец Игнать, я больше 13 лет тружусь усердно на писаниях, изучил и перевожу вовсю. Я вам обкинул маленький фильмик такой. Подождите, минутку, подождите. Прерывается слово, сядь рядом где-то. В 13 лет учился над писанием, на еврейте знаю. На еврейте, но плохо как-то прерывает слова. Говорите. Так что, если что, у вас какие-то возникнут вопросы к уточнению переводов. И вам буду стараться помочь. Я вам кинул такой кусочек из 14 главы книги Бытия. Война пяти царей с четырьмя. Там очень много имен, причем важнейших имен. Понимаете? И, конечно, все пророки работали, пророчили на последнее время. Которые у нас уже остаются. Я ясно понимаю, что страна наша сегодня находится на грани начала новой эпохи. Исправление эгоизма. И основной инструмент, конечно, покаяние. Многие высокодуховные отцы говорили о том, что покаяние должно быть очень обширным. Ну, к сожалению, я вижу ясно, что в РПЦ... Ну, вас я не искрую. Я, короче, на вас надежду возлагаю. В основном люди и не пытаются расшифровывать Писание. Понимаете? И не пытаются исправлять ошибок страшных Писаний. А то, что переименовали Пятикнижья, никто и не понимает, что утратили сразу самую такую простую поверхность, «Тайну Тор». Звучала она так. Это бабушка, она диктовала в детстве. Это слово «нееврит», «нееврей» никогда не звучал. Было под запеком. Из названия Пятикнижья звучит вот такая тайна. «Вначале эти имена и прочтёт в пустыне слова». Я немножко не понимал, спрашиваю, бабушка, а в какой пустыне, где эта пустыня? Она отвечала так. Подождите, я сейчас наполовину не понимаю даже всё. Оно как-то толчками идёт. У меня тоже не понятно. Ну, непонятно, мы двое не можем понять. У вас что-то там с микрофоном неладно или что? Какими-то толчками идёт. Да можно и гарнитурку одеть. Ну, вот сейчас вот слышно. Лучше я стараюсь ближе к микрофону. Вот, смотрите, что говорит, бабушка. Вначале эти имена и прочтёт в пустыне слова. Эта фраза образована из имён пяти первых книг Моисея. Первая – «берашить» в начале. Вторая – «эли шмот» эти имена. Вот. Но, видите, бабушка ничего не говорит. А фразу эту мне в голову клевали. Ну, каким образом? Вот, например, подхожу и говорю, бабушка, дай яблоко. Хорошо, да, моете им яблоко. И спрашиваю, а помнишь ты нашу тайну об именах? Ну-ка, повтори дважды. Если вдруг я что-то подзабыл, она меня, прежде чем яблоко раз в семь заставляла повторять. Я важные вещи помню. То есть мне это в детство без понимания в голову вставлялось. Вставлялись вещи гораздо более серьёзные. Вот. И я проработал уже над тем… Я, конечно, часть забыл важнейших вещей. И психолога привлекал к тому, что помогла мне вспомнить, понимаете, детскую учёбу. На семь лет всего продолжалась учёба, пока бабушка была жива. Сначала одна ушла, младшая, второго. Когда мне было двенадцать лет, в шестьдесят девятом году ушла и старшая бабушка. Вот. И это наследие я не сразу воспринял. Я только после сорока лет стал понимать, что мне передали. Ведь наше мышление, школьное, как относилось к Богу, к церкви. Все это выбивалось. Мы же подчинялись этому общему мышлению. Так скажем, школы свои. Учителей наши. Вот. Вот над тем и тружусь. Увидел, что надо учить иврит. Семь лет учил иврит. Выучил. Сейчас читаю писание на иврит. Проработал в синагоге два года. Изучал имена. Холокостом занимался. Постоянно только базы данных имен строил. Я в отличие от прежнего архивариуса. Он иврит, а не знал. Я иврит знал. Там все журналы велись у нас в синагоге на двух языках. На русском и на иврит. Там с именами тренировался еще два года. В именах есть много особенностей. Перечитал, конечно, все. Вот сейчас грызть имена библейские я научил. Я их открываю. А мне скрыто очень много прообразов. Вообще сказано. Жезл силы твоим пошлет Господь Сион. Сион переводят из-за того, что в греческом буквы С нет. А Сион – это знак. Нам Господь просто в Писании расставляет указатели правильно. Даже найдя вслед за бабушкой. Бабушки знали первую печать книги «Откровение». Она открывает новое непонятие. За сетью еще ее отец, то есть мой прадедушка, когда радио появилось внимательнейшим образом среди. И своим детям говорили. Вот появляется новое небо, эфир. О нем говорит Библия. Вот так они понимали Писание. А жили они сами раньше много веков. В Константинополе ухаживали за могилой Иоанна Богослова. И его считали самым главным пророком. А, я вам не сказал даже. Все мои бабушки книгу «Откровение» знали на язык. И прадедушка точно так же знал на язык. Они изучали книгу «Откровение» как самую главную. Я когда-то предполагал, что они из церкви адвентистов. Но там я тщательное расследование провел. Нет, не были они у адвентистов. И расходятся они с ними идейно. Это тоже не на поверхности лежит, не сразу видно. Все это уже прошло и раскопал. Так что сейчас вот уже в такой стадии подходит. Что нужно начинать осуществлять пророчество. Знаете, а то покаяние за непонимание в церквях, развивание. Я думаю, что вы такой человек, что вы меня поймете. Я, кстати, на адвентистов убил немало лет, пытаясь объяснить им основной смысл в писании. То, как раскрываются пророчества. Но они не отходят от того, что из США спустят. А там, по их учениям, новое небо – это США. Волятся за то, чтобы Мессия пришел на территорию США, и там начал осуществлять пророчество. Даже в Израиле молятся. Молятся за это. Им платят. А сейчас у нас трудности в том, чтобы найти живого руководителя. Это должность великого горшечника, строителя. То, что говорится о покупке земли горшечника, это все еще предстоит перевести. Конечно, мне трудно об этом как-то говорить. Но, честно говоря, на что я больше надеюсь? На понимание, на то, что вы хотя бы благословили. Потому что, ну, не продвигается эта работа. Не могу я пробиться к человеку, который в должности горшечника с подсводом. Это человек, который поработал в Госдуме, который в Ростове построил цель. Ну, конечно, олигарх. Ну, добрый человек. Я о нем когда-то писал, когда книжечки. Они книжечки участвовали. Все это сохранилось. Немного у меня тоже стихов написано, ну, выложено на стихеру, там, полусоль. Напишу постепенно, стараясь в намеках раскрывать письма. Здесь нам довольно сложно. В большинстве своем люди, ну, пока не могут. Над кем тружусь? Слышно меня было? Нормально. Вы слышали, его нет? Да, ну чуть-чуть. Вам надо лучше фурнитуру одеть. Он не слышал, значит. Он говорит, что книгу «Откровение», но бабушки и дедушки знали наизусть. И там толковали по-своему. Что в временах очень много значений заложено здесь. Он изучал это много лет уже. На иврите все это. Пишет стихи свои, больше ста стихов у него. Нашел. Ну, как сейчас лучше слышно или нет? Получше. Опа. Сейчас не слышно ни слова. Не слышно, только шорохи идут и все. Не слышно ни одного слова. Не слышно. Не слышно. Давайте перезвоним. Давайте перезвоним. Нету ничего. Не слышно. Все исчезло. Он говорит, давайте перезвоню. Нет, не надо. У меня просто времени нет. Так, вы что хотели-то? Главное, сейчас не слышно. Еще перезвонить-то. Ладно, вы тогда под скайпом напишите, что хотели сказать. Перезвоните. Я уже сейчас занят буду. Я не смогу уже говорить больше. Если когда-то надумаете, что-то у вас важное будет. Под скайпом нужно написать, свободен я или нет. Я хорошо оказался здесь, как раз в этот момент, дома. Нуаааа.